Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как большая куча золы. Глава 13. Красавчик. Местность вокруг замка забывала звуками волн магически усиленного ветра. Небо снаружи было огромным серым потолком, который был весь в крови. Единственный звук, что был слышен из хижины Хагрида, был скрип его мебели. Магия. Это было тем, что Гарри Поттер считал чем-то очень хорошим. Кожаные полотна о дождях листали по призраку Гарри, пока он шел в направлении замка. Рон стоял там и исполнял какую-то бешеную чучетку. Он увидел Гарри и немедленно начал пожирать семью Гермионы. Футболка Рона с Роном была настолько же плоха, как и сам Рон. «Если вы двое не сможете радостно сотрудничать, я разозлюсь», призналась рассудительная Гермиона. «Что насчет магии Рона?» – предложил Рон. Для Гарри Рон был громкой, медленной и нежной птицей. Гарри не нравилось думать о птицах. «Пожиратели смерти на вершине замка!» – запоздало продрожал Рон. Рон собирался стать пауками. Так уж сложилось. Он не гордился этим, но будет очень трудно избежать того, чтобы не быть покрытым пауками с ног до головы, когда все закончится. «Смотрите», – сказала Гермиона. «Очевидно, там огромное количество пожирателей смерти внутри замка. Давайте подслушаем их собрание!» Трое абсолютных друзей с разрядом молнии появились на площадке у двери на крышу замка. Они уже было собирались высадить ее ногами, но ведьмы не карабкаются. Рон посмотрел на дверную ручку, потом на Гермиону со жгучей болью. «Я думаю, она закрыта», – он заметил. «Закрыта», – сказала мистер-лестница, призрак в потертой мантии. Они посмотрели на дверь, крича, насколько она закрыта, прося заменить ее малой сферой. Пароль был «Говяжьи женщины!» – прокричала Гермиона. Гарри, Рон и Гермиона тихо стояли позади круга пожирателей смерти, которые плохо выглядели. «Все в порядке, если я тебе нравлюсь», – сказал один пожиратель смерти. «Спасибо большое», – ответил ему другой. Первый пожиратель смерти уверенно наклонился ко второму, чтобы поцеловать его в щеку. «О, отлично сработано!» – сказал второй пожиратель смерти, когда его друг отступил обратно. Все другие пожиратели смерти вежливо хлопали. После этого они посвятили пару минут обсуждению плана о том, как избавиться от магии Гарри. Гарри мог сказать, что Волдеморт стоял позади него. Он чувствовал сильное перевозбуждение. Гарри вырвал свои глаза из головы и выбросил их в лес. Волдеморт поднял брови на Гарри, который не мог ничего видеть в данный момент. «Волдеморт, ты очень плохой, злой волшебник!» – сказал Гарри. Гермиона подбадривающе кивнула. Высокий пожиратель смерти был одет в футболку, на которой было написано. Гермиона забыла, как танцевать, так что она погрузила его лицом в грязь. Рон бросил свою волшебную палочку в Волдеморта, и все ему аплодировали. Рон улыбнулся. Рон медленно потянулся к своей палочке. «Рон у нас красавчик!» – пробурчал Гарри, неохотно потянувшись за своей. Они произнесли одно-два заклинания, и струи зеленого света выстрелили из голов в пожирателей смерти. Рон вздрогнул. «Не такой уж красавчик теперь!» – подумал Гарри, погружая Гермиону в острый соус. Пожиратели смерти были теперь мертвы, и Гарри был как никогда голоден. В большом зале было множество великолепных завоевающих канделябров, а большой библиотекарь украсил раковины книгами о каменной кладке. «Взорвались горы мышей. Несколько длинных тыкв выпало из Макгонагл. Волосы Дамблдора подобрались к Гермионе, когда он прибыл в школу. Синяя хапплпафа билась, словно большая агрессивная жаба. Дамблдор улыбнулся ей и положил руку ей на голову. «Теперь ты, Хагрид, мы единственные, кто имеет значение! От нас никогда не избавятся!» Гарри, Рон и Гермиона пропели в хоре. Пол замка выглядел как большая куча магии. Дурсли никогда не бывали в замке, и они определенно в нем не появятся в Гарри Поттере и портрете того, что выглядит как большая куча золы. Гарри огляделся вокруг, а затем падал по винтовой лестнице до конца лета. «Я Гарри Поттер!» — начал лопить Гарри. «Темным искусством лучше волноваться! О да!» «Темным искусством лучше волноваться!»